здравствуйте друзья простите за небольшой сбой в графике наших передач в минувшие выходные собирали очередной конвой для госпиталей новороссии ну надеемся что у нас немного извиняет то что содержание этого праздника вполне себе соответствует этому занятию потому что именно новороссия это территория где возрождается святая русь возрождается россия появляются новые пассионарные лидеры то есть происходит тот самый процесс который в 16 веке и породил народное ополчение кстати спасибо вам большое за то что вы начали перечислять деньги в том числе и насчет катюши этих средств хватит на то чтобы закупить очередной генератор для одного из госпиталей вот но лучше все таки если вы хотите помочь тому проекту о котором мы рассказали в нашем ролике переходить на его странице главное событие этой недели это конечно второе обретение казанской иконы пресвятой богородицы о чем заявил святейший патриарх кирилл конечно в сми начались инсинуации в частности от беглого дьяка кураева который как раз 4 ноября покинул россию но куда же без них именно так и пытаются десакрализовать любые большие и настоящие процессы впрочем недооценивать инсинуации не стоит хотя бы потому что они падают на благодатную почву мы вообще живем в такое время подмен и симулякров начав с того что хотя бы государственный праздник 4 ноября день народного единства вроде как ввели а содержанием не наполнили мы же напомним что это историческая дата установлена в честь воспоминания освобождения москвы от и наземных захватчиков то есть тогдашнего евросоюза а также их приспешников то есть пятой колонны сейчас как мы понимаем никакого освобождения пока не произошло и наземные захватчики на месте и пятая колонна никуда не делась до робкие попытки и сигналы мы получаем в частности вчера было объявлено о том что россия наконец спустя почти два года войны с нато вышла из договора о контроле обычных вооружений в европе в частности мы слышим о военных учениях например о стрельбах с нашего корабля с символическим названием император александр третий но с другой стороны в глобальных вопросах ничего принципиально не изменилось и набиулина на месте и экономический блок правительства и извоз мы не вышли и от цели устойчивого развития он не отказались с их цифровизации к видобесием и прочим беснованием по швабу еще одной иллюстрации такого рода подмен служат слова главного пресс-секретаря пескова который заявил о том что путин еще не начинал но в смысле не начинал свою избирательную кампанию это конечно не так и недавняя встреча президента с членами общественной палаты это как раз типичное предвыборное мероприятие кстати на этом мероприятии мы услышали достаточно много хороших слов но тут же увидели и другие сигналы в частности президент зачем-то встречался с явлинским и почему-то обсуждал прекращение огня на украине кто такой явлинский что обсуждать такие вопросы а еще несовершеннолетнего сына кадырова который прославился избиением арестованного в камере назначили службу безопасности чеченского президента а путин явно для того чтобы сделать приятное арабскому миру назвал хорошие идеи строительства мечети в парке патриот при этом русские смыслы и русские символы по-прежнему зажимаются стране продолжается тотальный крестопад хотя местами общественности удается отыграть ситуацию вот например в самаре запретили крестный ход на 4 ноября а в петербурге вообще запрещены все массовые мероприятия кроме тех которые нужны власти вроде векафестов потому что действует к видное 121 постановление православные монархисты до сих пор судится в городском суде с властями по поводу запрета крестного хода или даже молитвенного стояния на царские дни вообще главная родовая травма нынешней элитки это маленький горизонт планирования в эпоху святой руси таким горизонтом планирования была вечность москва третий рим безбожную советскую эпоху секулярный коммунистический рай который коммунистические вожди планировали пределах одного двух поколений а нынешняя элитка мыслят в лучшем случае политическими циклами то есть чтобы успеть наворовать пока не сняли с должности или не посадили не потому ли мы живем так как живем и воюем так как воюем они так как должны были бы и так как могли бы вот второе обретение иконы пресвятой богородицы казанской той самой которая сопровождала русский народ во всех ключевых узлах и вехах его истории последние 400 лет это очень важное событие богородицы дает нам шанс увеличить свои горизонты всем нам а не только представителям правящего класса а сделать это очень непросто и для этого придется отказаться от языческого пантеона который мы так привыкли за последние десятилетия от всего этого культа потребительства здоровья цифровизации искусственного интеллекта и прочих современных идолов но сделать это придется потому что второго шанса у нас может не быть оставайтесь с нами